В последней беседине нашей серии «Изложение христианской веры» мы отметили ту библейскую истину, что дьявол путем лжи и клеветы добился грехопадения первых людей. Как это произошло? Обратимся к первым страницам Библии, где о грехопадении первых людей повествуется символическими образами. Мы сейчас прочтем третью главу книги Бытия. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, — Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, — Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, — Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, — Адам, где ты? Он сказал, — Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, — Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, — Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, — Что ты это сделала? Жена сказала, — Змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь змею, — За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, — Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему увлечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, — За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчьцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, — Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Этот библейский рассказ за грехопадение человека является образом всякого человеческого искушения и падения. Вникая в него, мы видим следующее. Человек, согрешая, бывает не единственным виновником греха. Он бывает обманут и впадает в самообман. Искушаясь, человек сохраняет свободу выбора. Например, в библейском рассказе мы видим, что Ева колеблется, спорит со змеем. Искушение начинается с соблазнительного представления. Вы будете как боги, знающие добро и зло, говорит Еве змей. Из этого рассказа мы можем также заключить, что грех попускается богом, чтобы испытать и утвердить человеческую свободу. Предупреждение Божие об опасности вкушения древа познания добра и зла – это голос божественной любви. Поверив ему, человек утвердился бы в свободе, так как подлинная свобода осуществляется в любви. Поступать свободно – значит поступать по любви. Не поступающий по любви к Богу впадает в грех и теряет свободу. Первые люди, согрешив, стали рабами греха. Свидетельство этому в цепи последующих падений. Прячутся от Бога, сваливают вину один на другого и так далее. Обман и самообман в грехе, который мы видим в этом библейском рассказе, – это неправильно понятая свобода, вера в клевету. Клевета же заключается в том, что зов божественной любви понят как насилие. Бог не ставит себя в положение начальника, а человека в положение подчиненного. Он – отец, и хочет, чтобы человек был ему сыном, и по сыновной любви следовал за ним. Что такое грех? Видно, американский православный богослов, профессор догматического богословия в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке, праздерей Фома Ахопко, определяет грех как промах мимо цели. Человек был создан, считает отец Фома, чтобы быть тварным образом Божиим, чтобы жить в единстве с Богом и владеть всем мирозданием. Провал человека в этой его задаче и есть тот грех, который также называется грехопадением. Православное предание, пишет отец Фома Ахопко, обычно понимает вкушение от древа познания добра и зла, как реальный опыт принятия зла человеком. Но иногда грехопадение понимается, например, святым Григорием Богословом, как попытка человека переступить за пределы своих возможностей, попытка осуществить то, что было не в его власти. Но как бы ни отличались в деталях различные толкования, одно совершенно ясно. Из-за своей гордыни, зависти и отсутствия смиренной благодарности Богу, человек поддался искушению сатаны и нарушил Божью заповедь. Так он промахнулся мимо цели своего призвания. А нарушив закон Божий, он разрушил не только самого себя, но и все мироздание, вверенное его заботе. В Библии и православном богословии, продолжает протеерий Фома Хопко, грех, зло, дьявол, страдания и смерть всегда сосуществуют. Ни одно из них не приходит само по себе. И все они — результат бунта человека против Бога и потери общения с ним. Грех порождает грех. История грехопадения в книге Бытия есть богодухновенное символическое описание изначальных возможностей и падений человека, продолжает отец Фома Хопко. Данная ему способность вечного роста и развития в Боге была обращена им на преумножение и развитие зла, на притворение мироздания в княжество дьявола, в космическое кладбище, стонущее и мучающееся, пока оно не будет спасено Богом. Все дети Адама, то есть все те, кто принадлежит человеческому роду, разделяют эту трагическую судьбу. Даже и младенцы, которые рождаются как образы Божьи в изначально добрый мир, пишет отец Фома, тут же оказываются частью Вселенной, связанной смертью, правимой дьяволом и наполненной отвратительными плодами бесчисленных поколений его злых слуг. В этом отрывке из книги про теория Фомой Хопко «Основы православия» автор коснулся последствий грехопадения. Добавим к сказанному отцом Фомой следующее. В грехе первых людей был и чувственный момент. Предпочтение прекрасного на вид плода, древо познания добра и зла, исполнению воли Божией. Тут нарушение необходимого для здоровья личности поста и присуще всякому греху подчинение высшего, низшему. Последствия греха – потери рая. Прежде всего, это то состояние внутреннего опустошения, о котором мы уже говорили. Кроме того, для человека как существа не только духовного, но и телесного, грех отразился на его физическую сторону. В частности, искажается его родовая жизнь, поражаемая различными страстями. Роды становятся мучительными. Труд то и дело теряет творческую радость. Среди людей вместо единства в любви начинается раздор и даже убийство. Сама личность человека, утратившая всецелую любовь, которая ее объединяла, разрывается множеством пожеланий, теряет свою целостность, целомудрие. За болезнью личности и ее разложением следуют болезни души и тела и, наконец, самое страшное последствие греха – смерть. Для заболевшей личности бессмертие было бы невыносимо, и Бог, не допустивший согрешившего человека вкусить от древа жизни бессмертия, оказывает человеку милость. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В только что переданной беседе мы использовали отрывок из недавно изданной книги профессора догматического богословия Святой Владимирской Академии в Нью-Йорке про Тверея Фомы Гопко «Основы православия». По-английски книга «Основы православия» вышла более десяти лет назад под названием «Справочник по вероучению православной церкви» и предназначалась для людей, начинающих свою духовную жизнь. Книгой отца Фомы Гопко «Основы православия» мы будем пользоваться и в последующих беседах нашей серии «Изложения христианской веры». Издание русского перевода книги отца Фомы Гопко осуществлено благотворительной организацией религиозной книги для России, существующей с единственной целью издавать церковные книги для распространения в Советском Союзе. Через неделю мы продолжим тему о грехопадении и познакомим вас с мыслями на этот счет известного английского христианского мыслителя Клайва Льюиса из его книги «Боль. Проблема страдания». Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». В богатом литературном наследии Мариной Цветаевой мы встречаем такое четырехстейшее «Семь холмов, как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, все счетом сорок сороков, колокольная семи холмия». В год тысячелетия Крещения Руси Парижская книга издательства «Имка Пресс» при участии основанного Александром Солженицыным Русского общественного фонда осуществила издание первого тома, первого и единственного в своем роде фундаментального альбома указателя всех церквей Москвы, существовавших к семнадцатому году, названного составителем «сорок сороков» и посвященного этой юбилейной дате. Десять лет кропотливого, подвижнического труда, забот и изысканий понадобилось автору-составителю Семену Звонареву на эту работу, уместившуюся на тысяча восемьсот страницах самизатской рукописи, переправлявшейся на Запад с большими трудностями. Четырехтонный труд насчитывает две тысячи сто шестьдесят иллюстраций. Но не только в наглядности его особая ценность. Это одновременно и уникальный справочник-указатель, доступный простому читателю и незаменимый в работе исследователя-специалиста в подробных, компетентных и исчерпывающих статьях, рассказывающий историю становления и всю дальнейшую судьбу каждого московского храма, содержащий описание внешнего и внутреннего вида, снабженный выдержками из самых разнообразных источников, дополняющими и оживляющими летопись исторических событий и преданий. Вот хотя бы краткое и неотразимое по производимому ими впечатлению вступительные строки к указателю кремлевских храмов. К 1917 году в Кремле, включая два его монастыря, был тридцать один храм, в том числе пять часовен, с пятьдесятю шестью престолами. С восемнадцатого года богослужения здесь прекращены. Семнадцать церквей, с тридцатью престолами разрушены. Среди них оба монастыря, все пять часовен, древнейшая по основанию церковь города в честь Рождества Иоанна Предтечи на Бару, древнейшая и сохранившаяся к 1917 году здания Москвы, собор Спаса Преображения на Бару XV века, четырнадцать храмов с двадцатью шестью престолами закрыты. Далее дается не только подробная справка о каждом храме, но рассказывается и о главнейших зданиях и памятниках, разрушенных в Кремле после 1917 года. Например, захаб у Тайницкой башни или знаменитое вече в Теремной дворец «Красное кольцо», с которого русские цари троекратно отдавали земной поклон народу после коронования. Особенно подробно составитель останавливается на двух уничтоженных большевиками памятниках, выполненном по рисунку Вознецова в высоком бронзовом сималью кресте на месте убиения генерала-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. Это на его средствах, кстати, проводились раскопки в Иерусалиме неподалеку от гроба Господня, подтвердившие местонахождение Голгофы. И грандиозном монументе императору Александру Второму с его центральной скульптурой и тридцатью тремя мозаичными портретами русских государей, описанным блоком в его дневниках. Составитель напоминает, что надпись на фризе галереи сообщала, что сооружен памятник добровольным иждивением русского народа. Очевидец свидетельствует о том, что Ленин самолично... Далее мы читаем. Ловко сделал петлю и накинул на памятник. И как он вместе со Свердловым, Аванесовым и многими другими впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. Мы остановились лишь на одном эпизоде этой работы, изобилующей богатейшими материалами и своей совокупности, достигающей поистине эпических масштабов. К середине 80-х годов в Москве из 40 сороков осталось лишь 4 сорока, или, точнее, 4 сорока и еще 4, 166. Из них, кроме православных храмов, часовин и престолов, 7 храмов, 5 старобрядческих согласий, 1 армянская церковь, 1 костел, 1 молитвенный дом баптистов, 1 мечеть и несколько синагог. Первую известную церковь в Москве почитается храм Рождества Иоанна Претечи на Бару в Кремле, построенный деревянным в 1321 году. Читаем мы в справочнике указателей 40-40. Вскоре после него были также воздвигнуты первая каменная церковь в городе, древнее здание Успенского собора. 1326-27 годов, предшественник, дошедший до нас позднейшей постройки. Собор Спаса Преображения на Бару 1330 года, старые здания Благовещенского 1330-х годов Иоанн Хангельского 1333 года. В 1380 году выстроен первый храм всех святых на Кулишках в честь небесных покровителей, павших на поле Куликовым воинов. От всех этих церквей XIV века до ныне сохранилась только церковь воскрешения Лазаря в подклетке церкви Рождества Богородицы в Кремле, построенная в 1393 году. Впоследствии постепенно заложенная кругом, или случайно обнаруженная при императоре Николая I, который повелел ее восстановить заново. Доступа посетителям в этот храм, однако, ныне нет. Касаясь самого названия своего труда, составитель указывает, что еще Владимир Далев в своем толковом словаре внес поправку. На самом деле храмов было не 1600, а только около тысячи, а разделены они были некогда на староство или благочиние, именовавшиеся образно сороками, хотя в этих сороках число церквей составляло менее сорока. Весь материал альбома-указателя расположен по концентрическим кругам. Так, первый том посвящен Кремлю и московским монастырям. Второй – центр Москвы, древнем Китае-городу, Белому городу, земляному городу и за Москворечью. Третий – храмом в городских границах 1917 года по окружную железную дорогу. Четвертый том – окраином современной Москвы и всем ее инославным и иноверческим храмом. Толчком к началу работы Семену Звонареву послужил подаренный ему в 1975 году справочник «Вся Москва» 1916 года, а также мистическая встреча в Алифсеевской обители с Несторовским отроком. По его словам, замечательным двенадцатилетним мальчиком удивительно много неизвестного поведавшим о московской церковной старине. О непосредственном начале десятилетнего своего труда Звонарев пишет. Затем начались все друг за другом обычно следующие счастливые совпадения, когда как нарочно в полу попадается нужная книга, или кто-то будто невзначай рассказывает точно ложащуюся в строку историю, а откуда-то сами с собой появляются тщетно разыскивающиеся прежде сведения, либо просто выдается свободное время для поиска в городе на местности. О них уже не раз говорили и писали те, кто долговременно и с любовью занимался каким-либо исследовательским трудом. И тогда, попав в самое сведоточие всех названных выше скрещений, составитель почувствовал себя попросту обязанным оставить все прочие занятия и вплотную приступить к изучению истории московских святынь, итог которого десять лет спустя лежит перед читателем. Много было предпринято незавершенных попыток составить полный перечень всех храмов Москвы. Уже по завершении своего труда составитель счел необходимым выверить приводимые им данные по всем известным рукописям и печатным работам аналогам своих многочисленных предшественников. Невозможно не отметить совершенно особое безлобие, полное достоинство и прекрасных упований общую интонацию книги. Как об этом пишет один из прецензентов альбома справочника. Из авторского предисловия к сорока сорокам и разрозненных замечаний составляется удивительный внутренний облик исследователя, книгачея и ревнителя седой старины, человека, одержимого живой непрерывающейся связью, освященных веками и судьбами национальных, духовных и исторических святынь и сегодняшними поколениями, находящимися на перепуте тысячелетней дороги русского христианства. Присягая в любви и сыновстве нашему народу, говоря о промыслительном попечении о нем, о государстве Софии, премудрости Божией, автор Семен Звонарев достойным удивления образом выражает благодарность собственному созданию, получающему отныне свое самостоятельное бытие. Наша же читательская благодарность, пишет заключение рецензент, за неоценимый этот труд его автору и нашему низкий поклон. Мы рассказали о только что выпущенном в свет в Париже в издательстве «Имко Пресс» первого тома «40-40», альбома указателя всех московских церквей, существовавших к 1917 году. Альбом издан при участии основанного Александром Солженицыным Русского общественного фонда. Составитель альбома Семен Звонарев. Следует отметить, что несколько лет назад на Западе были опубликованы два похожих на этот справочник альбома «Разрушенные скверненные храмы» и «Москва златоглавая». Кроме того, на Западе имеется другая уникальная рукопись альбома справочника по святыням Санкт-Петербурга, который сейчас в начальной стадии подготовки к печати. Продолжение следует... Продолжение следует...